Ну что, друзья мои, мы сегодня с вами в нашем с вами любимом магазине. Я взяла тележку, взяла мешочек, а что-то они такое здесь выставили. Прямо украшения у них. В этот раз прямо здесь вывалены вазочки. Ничего интересного. Всё, что было в вазочке интересное, уже, наверное, разобрали. Вот такие сумки. Это они какой-то... А, я знаю, у нас День матери сегодня. Не сегодня, а на эти выходные. Поэтому это как бы подарки маме. Вот, идёмте сначала посмотрим. Посмотрим, что есть на витрине, а потом... Ой, сегодня так много людей, как всегда. Ну, время такое, что я приехала. Так, что здесь нового у нас? Красивые серьги. Вот, смотрите. Так. Там есть симпатичные... Вот вся эта Шанель. Уже Шанель уценили из... Из со 199 до 140 долларов. Посмотрите, какие тут штуковины лежат. Ну, это как бы... Такое, карнавальные какие-то тиары. Там интересная брошь за 8 долларов. Я хочу её посмотреть. Но я не знаю... Вот эти красивые серёжки, но они стоят... Вот с синими камушками, но они стоят 30 долларов. Я не знаю, зачем. Вот эта брошь такая с шотландским этим чертополохом. Так, давайте ещё посмотрим, что здесь есть. Вот интересный набор за 24 доллара. Видите, колье и серёжки с жемчужиной. Знаете что, пойдёмте-ка с вами на стенд. Вот баночка со всякими. Пойдёмте посмотрим на стенде. Ох, смотрите, какая красивая брошь за 79 долларов. Серебряную стерлинг. Yes, can I see something, please? Okay, there is a brooch here, like the flower brooch. Hold it up, you point to which one you want. Okay, this one. Okay, there we go. There you go. Oh, it's missing one stone. It's missing one. Oh, what a shame. It's beautiful, but it's damaged. See, this is missing. Okay, can I see the earrings, like, also 7.99? The gold one? Mm-hmm. There we go. Okay, thank you so much. Okay, no problem. Thank you. You're welcome. Maybe I will come back. Thank you. Okay, so, you saw it. Okay, so, красивая была брошь за 8 долларов, но у него был камушек потерян. Я всё-таки стараюсь такое не покупать. Хотя, хотя, там очень лёгкий ремонт, но я леворукий-чебурашка, поэтому. Так, что здесь у нас новенького есть красивого? Так, давайте сразу. Так, серьги с изумрудами за 4 доллара. Ну, конечно, современные, не маркированные, но очень эффектные. Тем более, что это пластик. Я не сначала начала, а вот как шла-шла. Пирожок нашла. Смотрите, интересная брошь. За 4 доллара тоже. Я думаю, что она современная. Я думаю, что она не маркированная. Но давайте мы её положим в тележку, а потом мы посмотрим. С вами разберёмся с ней. Так, что здесь? Что-то я видела. А, вот эти вот очень интересные, знаете, как это называется? Сколько они стоят? 4 доллара. Боже мой, я всё-таки забываю название. Такая двойная, двойные зажимы. Зажим такой на воротничок или на кардиган. Очень интересный. Я не вижу пока на нём маркировки, но давайте мы его возьмём. И давайте я начну сначала. Так, я вижу какое-то колье, и мне кажется, что это что-то. Что-то, да, это кора. Вот этот значок, он стоит 4 доллара. Так, кто-то, видимо, пропустил его и повесил на... Не положил за прилавок. Давайте проверим, что все... Все бусинки на месте. Потому что цвет сложный. Да, все на месте. Стоит 4 доллара. Отличное начало нашего... Нашей охоты, так скажем. Ой, смотрите, здесь столько каких-то интересных пластмассовых штучек сегодня. Так, вот красивая брошь. Её уже проверяли. Видимо, нет никаких маркировок, потому что, видите, уже загибали. А, нет, есть маркировка. Диор. Нет, шутка, да? Я не вижу. Диор. Короче, положим в тележку. 4 доллара. Не может быть никакой Диор. Если да, даже да, то это подделка, скорее всего, конечно. Ну, так, какая-то здесь за 2 доллара. Терепашка симпатичная, форосенькая, старенькая, очень миленькая. Смотрите, какой красивый. Ох, какой браслет, девочки. За 4 бакса. Вау. Интересный. Кладём в тележку. Так, здесь всякие смешные пластиковые штуковины. Видите, какие-то. Серьги и вот такой вот за 3 доллара. Новенькие. Видите, причём серьги вот такие вот на винтах. Как будто бы старинные. Ой, что-то у меня упало. Такой. Потом есть вот такой зелёный. Ой, какие-то смешные. Потом всякие. Сегодня много всяких пластмассовых смешных штук. Посмотрите, какие смешные серьги за 2 доллара пластиковые. Это какой-то самодел, но они прикольные. Так, давайте посмотрим на эту брошку. Знаете, что она даже, возможно, и очень даже старенькое. Очень даже красивое сердце. Давайте положим её в тележку. То мы разберёмся. Вот это у меня перед носом мелькает. Но это, конечно, не то, что мы ищем. Хотя красиво. Так. У меня тут полно конкуренток. Болтается вокруг меня брошь-виночек за 4 бакса. Вы знаете, что она симпатичная, но она не маркированная. И у меня таких много в моей коллекции. О, какая симпатяга. Божья коровка за 3 доллара. Брошь-пин. Но у неё нету этой самой заглушки. Но заглушка, правда, не проблема найти, правда? Так, давайте посмотрим наверх, что мы видим. Я, наверное, что-то не вижу. Ай-яй-яй. Так, это что-то такое. Какая-то самодельная штука. Браслеты, браслеты. Вот такая штуковина, которую я очень люблю. И которых у меня очень много. Причём замочек даже, наверное, винтажный. Никаких маркировок нет. Нету, да? Точно нету. Давайте, знаете что? 4 доллара. Я её положу в тележку. А потом мы с вами разберёмся. Вернее, я уже сама разбираться буду. Вас уже за собой на разборке не повезу. Так. Ой, что-то у меня в носу. Скоро шкварчит. Какой-то у меня насморк. Совсем не кстати. Так. Вы видели, что в витрине ничего интересного не было. Ох, какая красавица. Вау, вау, вау. 4 доллара. Её тоже уже проверяли на маркированность. Совершенно 100% брошь винтажная. Давайте посмотрим, если в ней все. По-моему, все. У меня почему-то прям руки трясутся. Все кристаллы на месте. Вот так иногда приедешь, ходишь, ходишь вдоль этого стента. Взад, вперёд. Ничего. А иногда приедешь, и вот такая вот интересная... О, красивая тоже. Интересные всякие штуковины. Смотрите, какая красавица. 3 доллара. Мне кажется, она очень даже старенькая. Опять же, уже проверяли её на маркировке. Предыдущие товарищи, которые здесь, охотники, приходили, маркировку не нашли и оставили. А я положу в тележку, потому что, мне кажется, даже она не маркированная, но она старенькая. Посмотрите, вот эти какие интересные клипсы. Они сделаны, как серьги на винтах. Вот такими вот звёздами. Маркировок никаких на них нет. Я, наверное, их брать не буду. А вы знаете, здесь очень много, смотрите, какие интересные, сделанные из стекла, серьги. Они из стёклышек. Прикольно, правда? Так. Что там у нас ещё наверху? Какие-то симпатичные серёжечки такие. Вот эти 2 доллара. Повесим их назад. Здесь что-то. Давайте посмотрим на эти серьги. Сейчас. Я не туда направляю, простите. Вот такие. Очень красивые. Но, скорее всего, современные. Они не в комплект, ни к чему, что я уже положила в тележку. 5 долларов. Что-то их дорого оценили. Может, я что-то не заметила. Не знаю. Тоже, наверное, просто оценили. Просто потому, что они очень сильно блестят. Не знаю. Ложу пока в тележку, потом повешу назад, если что. О, вот смотрите, какая интересная брошь. 6 долларов. Маркировок нету. Возраст понять трудно. Красивая, но что-то дорогая. 6 долларов. Странно. Положим, разберёмся. Так, вот смотрите, какой интересный браслет. Маркировок в нём нету. Ну, он 3 доллара. Немножко такое почерневшее состояние так сегодня очень. Так, смотрите, какая маленькая симпатяшка. Сколько они за неё хотят? 3 бакса. Мне кажется, что она монтажная. Хотя вот это пластик, скорее всего. Вы знаете, что... Положим в тележку, потом разберёмся. Вот эти разборы потом у меня занимают столько времени, потому что я так с вами тут пробегусь, пробегусь, всё посмотрю, сниму, а потом забиваюсь в угол в какие-то подушки или в какие-то лампы, как в прошлый раз. О, какая красотка. И начинаю перебирать их, рассматривать под лупу в телефоне. Смотрите, какая интересная. Я бы сказала, что это какой-то самодел. Интересная, красивая вещь. Ну, самодел. Может, не самодел, не знаю. Чтобы я понимала. Так, вот смотрите, какая за 6 долларов брошь. У неё специально так отогнута. Отогнута. Она маркирована. Что за маркировка? 2002 год, наверное. Значит, она не очень винтажная. И здесь... А вы знаете, что у неё листик такой двигающий. Вы знаете, что, 2002 год, это, конечно, не винтаж. Но я её положу в тележку и погуглю. Посмотрю, что про неё есть. Потому что она, мне кажется, какой-то интересный. Знаете, какие-то маркировки на ней непонятные мне. Короче, нашла я по картинке такие маркировки. И оказалось, что эта маркировка, насколько я понимаю, относится к Марсель Буше. И какая-то, видимо, линейка Лекотьер. Лекотьерьер. Не знаю. Стоят они довольно-довольно недёшево. Вот эта маркировка LEC. Она, вот видите, несколько брошей я нашла, которые определяются как броши Марселя Буше. Вот ещё такие же серьги. Видите? Как синие. Тоже вот на таких винтах. Так, что там у нас наверху? Потом мне напишут. Дито, Дито, ты пропустила там то-сё. Я знаю, девочки. Ой, много очень пропускаю. Потом я возвращаюсь. Это 3 доллара. Смотрите, какие браслеты деревянные, расписные. Лёгкие-лёгкие. Давайте посмотрим, что тут внизу. Что тут интересного у нас? Вон, какое. Маниста. Ничего не вижу интересного я. Внизу камень, камень, жемчуга очередные. Ой, жемчугов у меня уже много. Кстати, неплохие жемчуга. Так, это современная красота. Вы помните, было в моде такие огромные колье в 2010 году. В 2010 годах. Скоро они, наверное, опять вернутся в моду. И ещё через несколько лет они станут винтажом. Так, красивые серьги. Но серьги, я не думаю, что это что-то ценное. Маркировок нет. Серьги. Здесь какая-то брошь расстёгнутая, эмалевая. Так, идёмте дальше. Красивая брошь, но потеряна жемчужа. Видите? Вот такая брошечка-планка. Маленькая, да? Прикольная. 4 доллара. Положу в тележку, там разберёмся. Я такая сегодня. Вот, смотрите, какая классная. Это чертополох. Маленькая-маленькая чертополох шотландский. Они, кстати, довольно хорошо ценятся. 4 доллара они здесь её оценили. Вот знаете что? Здесь есть парочка интересных кулонов. Вот такой. 4 доллара он стоит. И, по-моему, это натуральный камень. Не знаю. Потому что я увидела вот этот. Рядышком. Тоже тигровым глазом. Тоже за 4 доллара. Так интересно оно как-то и делало. Но нет, не буду. И тот положу назад. Потому что камень вроде бы натуральный. Я не знаю, он как-то мне не нравится. Он как-то грубо сделан. Не знаю. Не моё. Не моё пальто. Вот эти бусы я уже видела. Здесь белые. Вот это я не знаю, что это. Так, смотрите. Какое интересное украшение. Есть маркировка 6 долларов. Чикос. Но вы знаете, что Чикос это очень известная и довольно, ну, такая дорогая фирма американская. Но мне не нравится, что здесь... Это не винтаж, конечно. Мне не нравятся здесь вот эти вот нитки. Потому что как-то дешевит всё. Хотя Чикос тоже очень популярно покупают. Бласт браслет. Чикос хорошо раскупается. Вот. Стоит довольно дорого. Некоторые вещи, которые мы уже с вами здесь видели, я... До сих пор они висят. Я не купила. Никто не купил. Я даже не буду трогать, брать в руки. Так, что здесь какая-то... О, смотрите. Брульянт, да? Ну, не брюльянт. За 4 доллара. Кстати, очень симпатичный кулон. И он с такой вот штукой... Это, по-моему, у нас есть такой Хацанбэй магазин. И в нём продаётся вот украшение вот... Какого-то бренда, который вот свои изделия вот так вот маркирует. Не маркирует, а просто... А, здесь что-то даже написано. Стелла и Дот. Ага, вот она. Стелла и Дот. Это очень недешёвый бренд. Современный. Но дорогой. И посмотрите, какой красивый кулон. Он так блестит. Посмотрите, какой красивый сделан. Циркони какой-то, наверное. Циркони. Так, вот такая вот красота. Вот такой интересный браслет. Смотрите, какой классный. У него нет, по-моему, маркировок, но он 4 доллара. Но здесь, смотрите, чармы. Это Empire State Building нью-йоркский. Это тоже какое-то нью-йоркское здание. В общем, тема Нью-Йорк. Статуя Свободы. И жемчужинки. Что-то ещё. Это здание ООН, например. Я очень хорошо знаю нью-йорк, поэтому я даже по примерному силуэту могу узнать. Я положила в тележку его, а там я разберусь, нравится он мне или нет. Так. Смотрите, красивый кулон я нашла. Красивое стекло. Стеклянный кабошон. Шикарно. Пеодор. О, маркированный. Сара Кавантри. Канадский. Канадская Сара Кавантри. Великолепный. Необыкновенно красивый. Да, сегодня у нас получше уловчик. Потому что в прошлый раз было совсем плохо. Так. Молочное стекло. Мне кажется. Что это? Давайте разгребём. Так. Застёжечка. Здесь потеряны камушки. Но это не важно, потому что всё это колье за 4 доллара сделано из белого молочного стекла. Все на самом деле нет потерь. Никаких, по-моему, всё на месте. Я ещё потом рассмотрю. Единственное, вот здесь вот два камушка потеряны. Но это ерунда. Вот такое за 4 доллара шикарное винтажное колье из молочного стекла. Это хорошо. Мне это нравится. Так, вот что-то красивое. Что это красивое? Боже, какое красивое. У тебя 5 долларов. Здесь есть какая-то маркировка. я не знаю, что это, но оно очень красивое. Посмотрите. Так, я посмотрю в тележку, потом разберусь. Сегодня мы опять уйдём в полный орёл. Не знаю, он мне не нравится. Он меня пугает. Вот эту брошь я уже вертела в прошлый раз. Она у меня маркирована, стоит 5 долларов. У меня много такого типа броши. Я её видела. И так её тоже никто не купил, потому что она не маркированная. И темена не дёшево. Так, очередная роза за 4 доллара. Но, по-моему, она тоже не маркирована. Простите, девочки, если у вас выпадает съёмка из фокуса, просто потому что я увлечена разглядыванием. Иногда теряю вообще фокус на съёмке. Ой, что-то... А, вот смотрите, интересный браслет. Так, я буду стараться попадать в кадр. Мужской, по-моему. Большой такой, 6 долларов. Смотрите, какой. Как будто золотой. Такие были модные в 80-х годах. Маркировок нету, значит, ни золота, ничего. Но золото сюда и не повесит. Мы его оставим. Он большой, мужской. Мои мужчины не носят такое. Вот ещё один в комплект к нему. Видите, два. Два. Какой-то мужик сдался. Вот тут много разных браслетов такого типа. Вот это покрасивше будет. Тоже без маркировок. За 6 долларов. Не знаю, положу в тележку. Там посмотрим, потому что здесь рядышком за 6-5 долларов висит вот такой браслет, который тоже не маркирован. Но он, знаете, такой красивый. Интересный. Тут же ещё рядом вот такой браслет за 4 доллара с цепочкой. Страховочный, без маркировок. Но очень интересный. Я положу в тележку, потом будем разбираться. Хотела рассмотреть. Я понимаю, что это, конечно, ничего такого. Но красота блестит, переливается. Здесь красивая очень цепь с маркировкой. Эйвен. Нет? Нет. Моне. Оп. Цепочка Моне. За 6 долларов. Очень красивая. Посмотрите. И мы её тоже положим в тележку. Так, девочки. Я думаю, что сегодня все злые бабушки выходные. Поэтому мне досталось столько сокровий. У меня вообще такое впечатление, что вот когда здесь есть разные, как бы, люди работают на смене. Вот когда злые бабушки не работают, вот тогда что-то можно ещё купить. Так, красивые серьги. Немаркированные, но красивые. Так, 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 так. Какая красивая, красивая брошь. Я думаю, что она современная. А может быть и нет. Видите, тут заклепка посредине, что говорит о том, что она не очень уж современная. Вот этот камень пластиковый в центре. Мне как-то сбивает с толку. Вот ещё одна за 5 долларов. Красивая брошь. Пластик, но очень интересный. Пластиковая брошь. Маркировок никаких. Не знаю. Такая здоровая. Здоровая дура. Такая, знаете. Положу. По гуглу посмотрю. Может быть, что-нибудь я и найду. Так, очень красивая брошь. По-моему, с камнем. За 4 доллара. Опять же, это шотландские. Шотландские национальные броши. Потому что здесь присутствует чертополох. Они тоже довольно дорогие обычно. Так, что тут у нас? Подождите. Я ещё одно, а вижу другое. Вот эта красавица какая за 4 доллара. Но вы знаете, что? Она, конечно, винтажная. Посмотрите, застёжка плечики. Но она сделана из очень какого-то тонкого металла. Маркировок нету, но она интересная. Видишь, 4 бакса. Так, смотрите, какой интересный браслет с камнями. Обычно они не маркированы. Это натуральные камушки приклеены. Но он очень большой. Свалится с меня на раз. Так, здесь вот такая вот штука. Я не думаю, что это что-то ценное. Хотя, посмотрите, видите, застёжка тоже винтажная. Мне кажется, что здесь... Хотя камея пластиковая. И как будто бы... Как будто бы 5 долларов. Я не знаю, девочки, я повешу. Мне кажется, что эту камею меняли. Склеивали, вклеили. Потому что, видите, она меньше размером, чем место под неё. Мне кажется, что вклеили какое-то дешёвое что-то. Ещё одна интересная брошь попалась нам за 4 доллара. Интересно сделана сзади. Не пойму. По-моему, это всё-таки пластик. Я думаю, что это пластик. Повешу. Невозможно всё купить. В другие дни, когда у меня плохой улов, я бы такой взяла. А сейчас у меня улов хороший вроде бы намечается. Поэтому я оставила. Так, это типа под Шанель браслет. А вдруг правда Шанель? Нет. Не правда. Так, давайте посмотрим, что здесь внизу. Здесь какие-то цепи, цепи. Бусы, бусы. Какой вот интересный кулон. Листик. Красивое колье. Много таких жемчугов. Кстати, у меня, знаете, есть похожая очень... Максмаро Бутинд. Я как-то в Америке покупала. Оно прям стоило копейки. 6 долларов оно стоит здесь. Как и жемчуга сейчас в моде, у меня есть прям похожие точно. Вот такая же вот сетка. И на ней навешаны только чёрные бусины. Но там маркировочка Максмаро Бутинд присутствует. А здесь нет. Но сделано оно очень неплохо. 6 баксов они за него хотят. Дороговато для немаркированной вещи. Тем более современный. Мячик. Футбольный. Так, девочки, наверное, я выключусь. Пройдусь ещё раз. Если что-то найду интересное, я вам потом ещё покажу в конце. Это, наверное, не знаю. Современная брошь. Потому что я очень отвлекаюсь, когда я сделаю съёмку. И поэтому я всегда потом... Всегда потом прохожу ещё раз без камеры. Потому что камера меня отвлекает. Какой красивый браслет. Маркировок нет. Интересный такой, видите? Грубый такой, грубый металл. Здесь какие-то цацки. Бабочки. Так, выключаюсь. Что ж, девочки, я кое-что нашла после того, как мы с вами попрощались. Я вам потом покажу. Пришла я, значит, в чашки. И здесь вот такая вот красотища. Красотища, плачущие дети. Шеффорд. Японская. Странно, да? Японская чашка с названием Шеффорд. С английским. 10 долларов она стоит. Но вы знаете, что... Или так надо, но мне кажется, что у меня вот эта вот стёртость... То есть золото вот этого, оно как-то не очень хорошо сохранилось. Хотя очень, очень, очень красивая штуковина. Вообще, японские стали стоят столько же, сколько... Столько же, сколько... Это мы видели, по-моему, в прошлый раз. Нет? Не помню. Английская. Чашка с двумя такими ручками. И блюдца. Блюдца. 13 долларов. Ничего себе. Что-то оно такое дорогое. Почему это оно что? Лучше, чем... Лучше, чем Англия. Так. Вот такая вот. Милейшая штуковина. Ох, какая красивая. Ну, видите, она тёмная внизу, внутри. Английская тоже посуда. Сколько они за неё хотят. Что-то цены даже нет. Какие прекрасные, нежнейшие цветочки. Потрясающие. Вот рядышком похожие. Ой, она без ручки. Так должно быть, что ли? Без ручки она. Чашка. Вот такая вот. Залия. 8 долларов. За ручку 2 доллара сняли. За то, что ручки нет. Вот такая красивая... Блин, какая красивая чашка, девочки. Снаружи белая. Японская. Тоже японская. Боже, какая красивая японская посуда. 10 баксов. Ну, как вот оставить вот такую вот красоту? Они, правда, заклеили. Ох, какая... Нет, я не оставлю. Я, кстати, обещала показать свои чашки. Сделаю видео, девочки. Обязательно. Сделаю видео то, что у меня есть. Посмотрите, она снаружи белая, а внутри вот такая вот. Причем это абсолютно 100% ручная роспись. Вот какая она. Красавица. Еще одна красавица. Офигенная. Так, тоже, наверное... Нет, английская чашка. Скажите, вот этот золотой ободок, он должен быть такой размытый? Или это как-то он немножко облез? Давайте посмотрим блюдце. Здесь это вот... May Blossom. Это, знаете, что? Это, наверное, майское цветение. Это, видимо, была у них такая коллекция. Здесь еще одна интересная. Тоже очень старенькая. Old English. Старая Англия. Как будто, знаете, как будто вот вышивка такая в крестикам, да? Болгарская. К листу. Так, здесь целый набор. Английская. Значит, посмотрите, видите, как их много. Вот такими вот зелеными листьями. Их здесь... Раз, два, три, четыре, пять чашек и раз, два, три, четыре, пять блюдец. Двадцать долларов стоит набор из пяти. Девочки, у меня нету в доме моем, нету места. Видите, у них какие-то номера еще есть. Восемьдесят шесть, ноль восемьдесят шесть, ноль восемь. Красотка. Тоже красивая. Так, девочки, сегодня я забилась в мебель. Посмотрите, какие красивые стулья. Почем они, кстати, я даже не знаю. Но стулья такие прямо... Ох, старин. А, вон там есть цена. Давайте посмотрим, мне просто интересно. В хорошем таком состоянии. Не то двенадцать, не то девятнадцать. Не поняла я. Красивая, правда? Так. После вас, когда мы расстались, я нашла вот такой вот браслет. Это альпака мексиканская. Мексиканская. Не то серебро, не то серебро. Никто толком никогда мне не может рассказать. У меня есть несколько таких браслетов. Они очень любимы мной. И вот такие же, такого же, вот этого вот, этой альпаки. Я нашла серьги. У меня есть браслеты. Браслет вот такой вот розовый с этой инкрустацией. Здесь даже что-то написано на обратной стороне. Давайте посмотрим. Вот видите. Написано, наверное, альпака мексика. Это мексиканская. Да, видите, альпака мексика. Нашла вот такую вот цепочку. А вон. Эйвон, вернее. А вон. Смотрите. Она такая тоненькая, нежная. За два доллара. Вот с такими вот шариками. А, и нашла вот такой вот интересный браслет с микровышивкой. Очень винтажный, видите. Я собираю эту микровышивку. Я не буду его, скорее всего, носить, но для коллекции. У меня есть несколько украшений. Есть брошь, есть серьги, есть брошь-пин такая. Вот сейчас нашла браслет за три доллара. Мне просто он нравится, как такая старинная раритетная вещь. Все, все остальное сейчас буду перебирать, разбирать, что повешу назад, что оставлю. Ну, все это вы видели, я цепляла с этого, с полочки. Что у нас тут интересное? Вот это, конечно, безусловно, молочное стекло. Шикарное. Потом у нас были бусы. Вот эти вот, не знаю, их надо рассмотреть и понять, что это такое. Они очень красивые. Но я не понимаю, что с ними мне делать. Вот это, безусловно, маркированный кулон. Сара Кавентри. Берем. Вот это была, по-моему, Мане. Цепочка. Так, на этой броши действительно написано Кристиан Диор. Но я думаю, что это подделка. Видите? Не знаю, за 4 доллара куплю. Буду ходить с подделкой. А та, посмотрю. Либо, знаете, я сейчас еще загуглю ее по картинке, посмотрю. Если есть такая на самом деле. Ну, я особенно не обольщаюсь, честно говоря. Как вы думаете, настоящий Диор? Может быть, такой? Нет. Не может быть за 4 доллара. Ну, ладно. Ну, ладно. Вы знаете, я таки нашла ее. Послед, наверное, он очень красивый. Очень. Вот. Короче, сейчас переберу. И посмотри, что я беру, что я не беру. Ну, вот эти две чашки, конечно. Я не могла их оставить. Они такие просто... Тем более, что у нас сейчас все вот это вот цветет. Вот в таком вот майский цвет. Правда, что. Короче, все. Увидимся в следующем видео. Я очень надеюсь, что вам было интересно и вам понравилось. Вот так покажу вам мою кучку. Всех люблю. Целую. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok